Доброе утро, меня зовут Юлия Хлобыст, это программа «Бизнес-принцип». Гость сегодняшнего утра Андрей Пометун, директор и основатель компании «Таск Инсолюшн Маркетинг», которая помогает создавать взаимопонимание между компаниями и покупателями через маркетинговые решения. Андрей, доброе утро. Доброе утро всем. О вашем бизнесе и принципах, которые помогают его развивать, поговорим чуть позже, а пока традиционная разминка в режиме «Блиц». Поехали. Предпринимателями рождаются или становятся? Мне кажется, что предпринимателями все-таки рождаются. Что, на ваш взгляд, сегодня больше всего мешает бизнесу? Бизнесу, скорее всего, мешает нежелание людей становиться клиентоориентированными. Какую ошибку вы бы не повторили сегодня, если бы начинали сегодня свой бизнес? Я бы внимательнее относился к финансам. Что в бизнесе подстегивает больше? Кнут или пряник? Я думаю, что это два крыла. Ваша мотивация в бизнесе? Работать интересно. Теперь к бизнесу, которым вы занимаетесь. Маркетинг и продажи – это, наверное, то, что интересует абсолютное большинство предпринимателей в бизнесе, но какая-то их часть не понимают разницу между маркетингом и продажами. Это с одной стороны, а с другой стороны просто не понимают, как это правильно применять на практике. Можно назвать это проблемой для бизнеса и нужны ли абсолютно всем специалисты по маркетингу? Самое интересное, что любой предприниматель, любой бизнес, который выходит на рынок, он с момента начала своей деятельности начинает заниматься маркетингом. Он находится на маркете, у него есть инк, движение, он что-то делает. Делая что-то на рынке, ты занимаешься маркетингом, ты дышишь, твоя компания начинает жить. И главным маркетологом компании всегда является ее руководитель до тех пор, пока у него нет помощника. Хорошо или плохо компании занимаются маркетингом, это уже зависит от их знаний. Самое интересное, что когда мы говорим маркетинг или продажи, продажи или маркетинг, то продажи – это составная часть маркетинга, это составная часть маркетинг-микса. Тебе нужно работать с продуктом, тебе нужно работать с ценой, тебе нужно работать с продажами и тебе нужно работать со своим продвижением. 4P-маркетинга классический. Куда без них денешься? Продажи – составная часть маркетинга. Предприниматель делает все, продвигает свой продукт, определяет цену, производит свой продукт и продвигает свой продукт. Все в этом месте. То есть маркетинг нужен абсолютно всем? Маркетинг делают абсолютно все, а вот делают хорошо или плохо – зависит от знаний. Слушайте, ну вот, кстати, ваша компания пока что в вашем лице. Вы сейчас живете и работаете в Москве. Почему произошел такой переезд? Почему вы покинули Пермский рынок? Или Пермский рынок пока остается за вами, и Москва – это лишь нащупывание каких-то новых горизонтов? Нет, это стратегическое решение – переезд Москвы из Перми, потому что в Москве гораздо больше рычаг в применении усилий. Когда мы работали в Перми, достаточно хорошо работали в Перми, у нас есть интересные кейсы, мы понимали, что одно и то же время, затраченное на небольшую компанию, на частного предпринимателя и на крупную организацию Пермскую дает совершенно разный результат. Предприниматель не может заработать миллионов, не меняя своих ресурсов. Он может получить новый приток людей, он может получить новых клиентов, он может получить новые идеи по продукту, но сможет ли он их применить? Есть ли у него эти ресурсы для того, чтобы произвести изменения внутри? Телеко не всегда. Получается, что компания или предприниматель, увеличивая свою производительность в два раза, в абсолютных деньгах получает небольшие деньги. А если крупная организация увеличивает свою производительность на 10-15%, то она получает гораздо больше денег, чем предприниматель в два раза. То же самое сравнение справедливо между Перми и Москвой. Московская организация, действующая на федеральном уровне, имеющая представительство по всей стране, изменив свою результативность на 1-2%, заработает денег гораздо больше и получит эффект гораздо выше, чем Пермская компания, изменившая на десятки процентов свою производительность. Тут мы уже подходим к вопросу маркетинга нашего региона. На самом деле. И ведь очень много говорится о том, что бизнес должен развиваться в Перми, бизнес должен оставаться в Перми. Но, видимо, что-то с маркетингом у Пермского края. Есть прекрасные примеры пермских компаний, которые вышли на федеральный, на международный рынок. Есть частные компании, которые достигли высоких результатов и привлекают внимание больших инвесторов. Но эти компании мне интересен Пермский исполнитель. Они заказывают свои работы в московских компаниях, они заказывают свои работы в международных компаниях. Они понимают, что Пермский исполнитель маркетинговых услуг, он, применяя свои решения на локальном рынке, умеет управлять только локальными инструментами, не научившись работать с масштабными проектами, не понимая того, как работают компании между головой и структурными подразделениями. Каким образом? Не понимая того, чем отличаются потребители в разных частях страны, в разных городах, он не может предложить соответствующее решение, он не может предложить то решение, которое будет работать в компании с федеральными амбициями, с международными амбициями. Поэтому нужно ехать учиться. Все-таки, как вы считаете, государственным структурам необходимы профессиональные маркетологи? И если да, то в каких сферах? Понятно, что если ты знаешь правила и законы, по которым работает рынок, ты можешь свою маркетинговую деятельность вести гораздо более эффективно. Если ты знаешь, почему люди принимают решения, если ты знаешь, какая у них мотивация, если ты знаешь, в какой момент они обдумывают свое решение, в какой момент у них обостряется потребность, если ты знаешь, каким образом они сравнивают решения, насколько глубоко они вовлечены, какие у них барьеры, какие у них мотивы. Если ты все это понимаешь, ты можешь дать им предложение, на которое они обратят внимание, о котором они задумываются, и ты тогда можешь повлиять на их поведение. Маркетинг – это влияние на поведение человека. Если государство хочет влиять на других людей, на их поведение, то со знаниями маркетинга у них будет это получаться эффективнее. Какие направления сегодня находятся в сфере интересов вашей компании? Вот клиентоориентированность, партизанский или доверительный маркетинг – для некоторых предпринимателей эти понятия как красивая обертка. Насколько вообще знания о них пригождаются в бизнесе и к кому? Кто ваши основные клиенты все-таки? Наши основные клиенты – это коммерческие организации, которым нужно привлекать клиентов. Но возвращаясь к понятию доверительного маркетинга, партизанский маркетинг – это часть маркетинга, которая позволяет малобюджетными средствами в краткосрочном периоде достигать интересных результатов. Доверительный маркетинг – это комплекс мероприятий, которые позволяют выстроить отношения с клиентом. Дело в том, что сейчас на рынке сформировалась полная информационная прозрачность. Благодаря интернету, благодаря связям люди могут находить способы решения своей проблемы гораздо быстрее. Они могут гораздо легче переключиться от одного исполнителя к другому. Они гораздо быстрее могут перейти от одного продавца к другому продавцу. Поэтому у компании стоит сейчас задача не столько привлекать к себе новых клиентов, сколько не дать уйти от себя существующим клиентам. Мы забываем про существующих клиентов, мы думаем о том, что если они к нам один раз пришли, один раз деньги заплатили, то теперь они навсегда с нами. Так вот нет. Если мы не ухаживаем за своим клиентом, если мы перестаем строить с ним отношения, то за ним начинает ухаживать наш конкурент. Строить отношения с нашим клиентом начинает наш конкурент. Если у тебя есть клиент, то будь уверен, ему кто-то делает сейчас альтернативное предложение. Если ты не выстроишь с ним отношения, ты его потеряешь. А много ли таких компаний, которые применяют вот эти все ноу-хау маркетинговые в своей деятельности? Вы знаете, когда я писал свою книгу «Маркетинг по любви», я собрал в интернете, в открытых источниках, в своей собственной практике массу примеров, как компании так или иначе что-то делают. Но все это точечно, несистемно, все это по наитию, время от времени. И если мы можем выстраивать из этого систему, если мы можем часть ответственности с головы человека переложить на информационную систему, если мы можем часть работ автоматизировать, то тогда вот эта вот работа по выстраиванию отношений становится гораздо более эффективной. Она дает гораздо большую отдачу. Мне нравится пример. Я пытался готовиться, когда к пермскому марафону, я готовился сам. Бегал, и вот исходя из своих возможностей и своих сил, натренировался на определенный результат. Пробежал марафон за 4,5 часа. Пермский. Ну, вроде как, не самый высокий результат. А через месяц бежать в следующий марафон московский. И вроде бы тебе еще восстановиться надо. А результат хочется выше. Я пошел к тренеру, который мне за неделю показал массу ошибок, которые я допускаю, трачу лишние силы, не используя какие-то свои возможности. И всего лишь за пару недель, поменяв технику, изменив режим тренировок, я смог выйти на московский марафон и пробежать его за 4 часа уже. Гораздо быстрее. В маркетинге то же самое. Компании тратят очень много сил не туда, куда нужно. И недоиспользуют массу своих собственных ресурсов, которые у них уже есть. Если ты приходишь, смотришь и говоришь, вот смотри, вот этого ты не используешь. Сделай вот так, вот так вот и вот так вот. А вот этого ты делаешь лишнее. Прекрати делать вот так вот, вот так вот и вот так вот. То люди, вроде бы затрачивая те же самые усилия, добиваются больших результатов. Или добиваются тех же самых результатов гораздо меньшими усилиями. Как кому нравится? Назовите, пожалуйста, три принципа, на которые вы опираетесь в бизнесе. Быть сегодня лучше, чем вчера. Относиться к людям так, как хочешь относиться к самому себе. И третий принцип. Так вот, сходу. Не делай того, о чем бы ты не смог рассказать в интервью. Спасибо, Андрей. Напомню, что сегодня своими бизнес-принципами делился основатель и директор компании Task & Solution, Marketing, Андрей Пометун. Меня зовут Юлия Хлобыст. Оставайтесь на РБК.